Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! В сети появились слухи, что Тата Блюменкранц пригласила на свой день рождения Ирину Пинчук и Валерия Блюменкранца. Артем Сорока утверждает, что они с Виталием Воронко попали в финал отборочного тура и если им повезет, то все-таки смогут представить Беларусь на конкурсе Евровидения. Кстати, Андрей Черкасов стал продюсером Артема Сороки и 8 марта всем женщинам СНГ они подарят первый клип участника Дома 2. На шоу Бородина против Бузовой разбирали Алексея Безуса и его отношения к детям. В студию пригласили Елену, мать его ребенка и дочку Мию. Милена Безбородова устроила жуткую истерику на съемках. У Романа Капаклы большие планы на будущее, связанные с Домом 2. А вот его девушка Марина Африкантова впала в депрессию и хочет покинуть проект. Чтобы хоть немного поддержать Марину, организаторы решили отправить ее на Сейшельские острова, где тело отекает от жары и повышенной влажности. Но чего не сделаешь ради любимого проекта. Вот только депрессия не прошла и через неделю Марина Африкантова покинет проект. Напомню, что некоторое время назад Африкантова заговорила об уходе из Дома 2. Влад Кадони предупредил Романа Капаклы, что с этим шутить не стоит. Марина девушка мягкая, податливая, но если ее вовремя не успокоить, то все может закончиться печально. Она действительно может уйти и не факт, что позовет Романа с собой. На тот момент Капаклы не придал значения словам ведущего, не услышал просьбу Марины навестить дедушку, по которому она соскучилась. Вместо этого он увез Африкантову на Сейшелы. Что решит Марина, пока непонятно. Роман дал неделю на раздумья. На ток-шоу приехали ее родители и подруга Мария Кахно. Африкантова плакала, вместе с ней плакали практически все, кроме мамы. Татьяна Владимировна была счастлива, что снова попала в телевизор. И ей было не до страданий кровинушки. Капаклы намерен уйти вместе с Мариной, если она не передумает. Как думаете, за неделю что-нибудь изменится? Пишите комментарии! Бывшая участница Ольга Жарикова выходит замуж. Свадьбу назначили на 10 августа. Татьяна Владимировна Африкантова ищет молодого любовника не старше 30 лет. Друзья, пожалуйста, оцените это видео! Поставьте лайк или дизлайк! Планы Валерия Блюменкранца о семейной жизни и любви с Ириной Пинчук рухнули в одночасье. К удивлению самого Блюменкранца и многих участников, сбежавшая за периметр Ирина вернулась обратно с твердым намерением разорвать отношения, после чего со спокойной душой отправилась на отдых в компании Виктора Литвинова и Татьяны Мусульбес. Окончательно охладевшая теперь уже к экс-бойфренду Ирина отрывается по полной программе, не забывая делиться с фолловерами красочными фото и видео. А вот для Валеры каждый снимок девушки как удар ножом в сердце. Молодой человек не скрывает, что до сих пор не остыл к возлюбленной и находится в крайне подавленном состоянии. По признанию Блюменкранца, иногда он даже думает о том, что не хочет жить. Впрочем, Валера надеется, что уже в ближайшее время тоска по Ире начнет его отпускать, хоть и понимает, что второго шанса девушка ему не даст. Интересная новость с сайта Шлок. Очередная выпускница Дома-2 отправилась на поиски легких денег на Первый канал в программу «На самом деле» к Дмитрию Шепелеву и была опозорена на всю страну. Хотя, по большому счету, Насте не привыкать, ведь после того, что она творила на проекте, девушку сложно опозорить. Анастасия Кочервей сменила фамилию и опозорилась на Первом канале. Роль ей досталась незавидная любовница-миллионера, которая выдала себя за другого человека, обманным путем влезла в его семью, втерлась в доверие и чуть не стала его женой. Если бы Алена Кравец вовремя не спохватилась и не усадила обманщицу на детектор лжи, то Анастасии Кауфман достался бы не только шикарный особняк и состоятельный супруг, а еще и дочь мужа от первого брака. А ведь Настенька так мечтала о дочери. Появление бывших участников Дома-2 на подобных шоу уже традиционно заканчивается разоблачением. Только вот угрызений совести никто от этого не испытывает. И все потому, что они врут все строго по сценарию. И если уж приходится краснеть, то только за то, что плохо отыграли свою роль. Ольга Сударкина мечтает наказать ту, кто ее очень обидел и нанес непоправимый вред ее репутации. Бывшая участница Дома-2 готова бороться с ведущей телестройки до победного конца, но пока ей не удается привлечь Бородину к ответу. Более того, ей пока даже со следователем по этому делу пообщаться не удалось. И Ольга подозревает, что Ксения поспособствовала этому. Неужели Бородина задобрила правоохранительные органы? Сударкина законы знает и громкими заявлениями не разбрасывается, только тонко намекает. Девушка должна была встретиться со следователем, но в последний момент у него изменились планы и встречу пришлось перенести. Причем он, по словам Ольги, прекрасно знал, что она улетает в другой город. Сударкина подозревает, что ей начали вставлять палки в колеса и кому-то очень не хочется, чтобы поднималась буря вокруг ведущей с практически безупречной репутацией. Но Ольга молчать не станет. Кстати, сегодня уголовное дело против Ольги Сударкиной было закрыто. Мечтам Натальи Игруновой и ее многочисленных поклонников не суждено было сбыться, Ольгу не посадили. А вот чем все закончилось, сколько денег пришлось заплатить Сударкиной, чтобы закрыть этот вопрос и какое участие приняли организаторы Дома-2 в этой истории узнаем совсем скоро. Сударкина пообещала честно и откровенно обо всем рассказать в прямом эфире. Накануне у экс-участника телепроекта Дом-2 Габриэля Альвареса возник конфликт с родной матерью. 64-летняя Ирина Николаевна устала содержать сына за свой счет и попыталась достучаться до Габриэля, но достучался скорее он. Не понравилось молодому человеку норовоучения старших. Недолго думая, схватил он гитару, стоявшую неподалеку. И нет, не сыграл на ней, а избил инструментом родную мать. В квартиру приехала скорая помощь, врачами был установлен перелом руки. Однако от госпитализации женщина отказалась. В последнее время Маю Донцову мучают серьезные опасения относительно ее состояния здоровья. Однако уже сейчас девушка получила информацию от врачей, которая пролила свет на общую ситуацию. Как известно, прошедший год оказался серьезным испытанием для Майи и Леши. Ведь из-за различных проблем ребятам пришлось перенести свадьбу. Не секрет, что перед самым Новым годом пара не только едва не рассталась, но и чуть не стала бездетной. Майи пришлось перенести не самую приятную болезнь – апоплексию яичника, которая в конечном счете едва ли не обернулась хирургическим вмешательством. Тем не менее, пройти курс лечения Майи все же пришлось. Более того, участница телепроекта была вынуждена отменить полет на Сейшельские острова. Впрочем, уже сейчас для Донцовой пришли первые радостные новости, согласно которым у нее наблюдаются заметные улучшения общего состояния, в связи с чем запрет на полеты для нее был снят. Именно поэтому парочка планирует в ближайшее время покинуть холодную Россию и как можно скорее отправиться на Сейшельские острова. Причем этот план находится у них среди приоритетных. Беременная Яна Шевцова едва ли не ежедневно говорит о своей романтической связи с Гуфом. Более того, переживает, что рэпер отказывается признавать ребенка. Яна настолько подавлена подлостью избранника, что последние дни даже вынуждена пребывать в больничных стенах, где врачи пытаются спасти ее малыша. Но Гуф в это же время развлекается с другой. Рэпер охотно поделился с фолловерами постельным снимком. А последние сразу поняли, голая девушка на фото явно не Шевцова, о чем поспешили оповестить будущую мамочку. К слову, сама Яна, как оказалось, знакома с новой пассией возлюбленного. Беременная выпускница Дома-2 уже пригрозила сопернице. Яна выразила надежду, что любовница Гуфа не будет слишком уж болтать языком. Ведь ее имя, известное публике, может быть разоблачено в любое время и стать предметом обсуждения в СМИ. Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!